Оценивая какие-либо исторические события, мы всегда должны помнить, что их непосредственные участники не знали, чем все закончится. И будущие победители, и будущие побежденные многие месяцы, а то и годы, пребывали в уверенности в своем успехе и гнали от себя мысль о возможном поражении. Настроение менялось только после тех сражений, которые позднее в книгах назовут переломными. Весной 1943 года из немецких окопов кричали на ломаном русском «Зима ваша, лето наше!» И это не выглядело пустой похвальбой. Действительно, летом, 41-го года, и 42-го годов, вермахт успешно наступал, занимая большие территории. В две зимние кампании Красная Армия отыгрывалась, но опыта крупных успехов летом у нее все же не было. Лето 1943 года, и солдаты в окопах, и генералы, и маршалы ждали с тревогой. Проблемой номер один для советских войск в тот момент стало появление у противника новой боевой техники. Успехи «Зимней кампании» позволили рассмотреть технические новинки врага вблизи. И это только усилило тревогу. Георгий Жуков и маршал артиллерии Николай Воронов, осматривая захваченный под Ленинградом немецкий тяжелый танк «Тигр», знали больше, чем другие посетители выставки трофеев. Испытания «Тигра» на советских полигонах обескураживали. Даже с 200 метров пушка советского танка Т-34 не пробивала бортовой брони немецкой кошки. В гнетущей тишине на заседании у Сталина Воронов признался. У нас нет орудий, способных успешно бороться с этими танками. Появление новых немецких танков могло привести к быстрому прорыву фронта и повторению лета 41-го или 42-го года. Причем для этого не понадобилось много тяжелых танков. Тигры бы безнаказанно расстреливали противотанковую артиллерию, взламывали оборону и открывали в путь советский тыл более легким машинам. Столь же опасными становились для Красной Армии любые ее наступательные действия. В конце марта 1943 года советские танковые части пытались вернуть только что отбитый эсэсовцами город Белгород. Под огнем «Тигров» 34-ки понесли весьма чувствительные потери. Если бы после окончания распутицы советские танковые части рванулись вперед, они рисковали напороться на стену огня «Тигров» и других противотанковых средств немцев. Наступление бы захлебнулось. По другую сторону фронта появление новых средств борьбы и при этом негативный опыт предыдущих кампаний разделили германский генералитет на два лагеря остроконечников и тупоконечников – генералов наступления и генералов обороны. Ярким представителем генералов наступления был Эрих фон Манштейн, командующий группой армии Юг. Манштейн считал, что летом 1943 года следует наступать, поскольку невозможно удержать весь фронт от Белгорода до Азовского моря ослабленными после Сталинградской катастрофы войсками. Гитлер, безусловно, уважал Манштейна. Тот сумел восстановить фронт после разгрома армии Паулюса и даже отбить Харьков. 15 апреля Гитлером был подписан оперативный приказ номер 6. Цели и задачи войск в нем были определены так. Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» – первое наступление в этом году. Этому наступлению придается важнейшее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Операцию с кодовым наименованием «Цитадель» предполагалось провести ударом по сходящимся направлениям по северному и южному фасу так называемого Курского выступа или Курской дуги. Он образовался зимой 1942-1943 годов в результате общего наступления Красной армии и контрнаступления вермахта под Харьков. Таким образом, Гитлер принял сторону генералов наступления. Красной армии предполагалось нанести удар, после которого она уже не оправится. Лето вновь должно было стать немецким. Однако, когда подготовка «Цитадели» была в самом разгаре, возвысили голос представителей тупоконечников, то есть германские генералы обороны. Таковым был командующий 9-й немецкой армии Вальтер Модель. В 1942 году Модель добился впечатляющего успеха, отражая многочисленные советские атаки на Ржевский выступ. К этому генералу Гитлер относился даже с некоторым пиететом. В критической ситуации зимой 1941-1942 годов Модель бросил прямо в лицо всесильному фюреру, кто командует 9-й армией, я или вы. И после этого сумел сохранить не только жизнь и свободу, но и должность и звание. Модель без энтузиазма отнесся к плану операции «Цитадель». Однако, впрямую он не мог оспаривать решения Гитлера, поддержанного многими генералами. Поэтому он на совещании в мае 1943 года разложил перед фюрером, словно колоду картеров, то снимки советских позиций на северном фасе Курской дуги. Модель указывал на прочность, созданной красными обороны, и необходимость лучше подготовиться. Фюрер прислушался генералу обороны, но плана в целом не отменил. Начало операции «Цитадель» было отложено. По сути же, Модель рассчитывал, что Красная Армия перейдет в наступление, и он займется привычным делом — обороной. Однако, дни шли за днями, а Красная Армия все не переходила в наступление. Модель нервничал, срывался на подчиненных по пустяковым поводам. Но ни Манштейн, ни Модель, ни фюрер не догадывались, что советское верховное командование уже знало о строго засекреченной «Цитадели». Впервые за всю войну у нашего командования были столь подробные данные о планах противника. 25 апреля из штаба группы «Армий Юг» в Берлин отправилась радиограмма. Забещавший приболевшего Манштейна Вейхс не нашел ничего лучшего, как послать очередной документ верховному командованию с шифровкой по радио. Она была перехвачена в Англии и декодирована. Англичане преуспели во взломе немецких шифров. Через советского агента Кернкросса, входившего вместе с Акимом Филби в знаменитую Кембриджскую пятерку, документ попал в Москву. В нем содержалась оценка возможных действий Красной Армии, но профессионалам не составило труда восстановить план самой операции «Цитадель». В мае и июне советские Воронежские центральные фронты терпеливо, но не без некоторого беспокойства, ждали начала немецкого наступления. Время было использовано на возведение целой системы обороны и, главное, создание обширных минных полей. Мин ставилось огромное количество, перекрывались все возможные направления немецкого наступления. Затишье продолжительностью почти в два месяца позволило советскому командованию не только закрепиться в обороне. Оправившаяся от шока эвакуации промышленность работала с нарастающей мощностью. Ценнее всего было накопление боеприпасов фронтами, появилась возможность не проиграть артиллерийскую дуэль с немцами. Еще одним уникальным явлением в преддверии Курской битвы стало высвобождение госпиталей. К началу июля 43-го года количество раненых бойцов и командиров Красной армии на больничных койках упало до рекордной низкой отметки. Вылеченные возвращались в строй, а поступление новых раненых оставалось в период затишья Бизерна. В свою очередь, сумрачный тефтонский гений словно вознамерился завалить противника техническими новинками. Помимо «Тигров» предполагалось использовать в наступлении новые танки «Пантера». Две сотни этих машин готовились атаковать советскую оборону на южном фасе Курской дуги. На северном фасе ударным кулаком должны были стать самоходные установки «Фердинандс» невиданной 200-мм броняк. В лоб эти самоходки не пробивались даже тяжелыми пушками. Осознавая необходимость преодоления обширных минных полей, немцы решили использовать и против них плоды своего сумрачного гения. Это были роботы-танкетки «Боргвард» — небольшие гусеничные машины, управлявшиеся по радио. Не обращая внимания на огонь противника, танкетка должна была подъехать к минному полю. После этого сгружался заряд взрывчатки вот в этом контейнере, и танкетка уезжала назад. Дистанционно заряд взрывчатки подрывался, в радиусе 40 метров мины детонировали, получался проход в минном поле. Опираясь на новейшую технику, немцы рассчитывали, как и летом 41-го или 42-го годов, взломать советскую оборону. В стане советских командующих тоже были разногласия. Незадолго до начала цитадели командующий Воронежским фронтом генерал Ватутин горячо убеждал представителя ставки Верховного главнокомандования Василевского. Проспим мы, упустим момент. Противник не наступает, скоро осень, и все наши планы сорвутся. Давайте бросим окапываться и начнем первыми. Сил у нас для этого достаточно. Действительно, время шло, освобождение советской территории откладывалось. Множество городов и сел оставались под пятой оккупацией. Вопреки распространенному мнению, советский план на лето не ограничивался обороной. Планом предусматривалось гибкое сочетание обороны и наступления. Обороняться, предполагалось, на Курской дуге. На остальных участках фронта, в первую очередь на северном и восточном фасах Орловского выступа и в Донбассе, готовились крупномасштабные наступательные операции. Тревожное ожидание было прервано в ночь на 5 июля. Разведывательный отряд на северном фасе Курской дуги захватил в плен сапера Бруно Формель, расчищавшего минное поле. На допросе он показал. Немецкие войска приведены в полную боевую готовность и 5 июля, после короткой артиллерийской подготовки, перейдут в наступление в общем направлении на Курск. Через несколько часов действительно заговорили пушки. Пленный сапер также рассказал, что после подготовки прохода в минном поле их группа должна была вернуться назад с обезвреженной русской миной. То есть немецкие командиры не доверяли своим саперам и требовали от них ни много ни мало как вещественных доказательств выполнения задачи. Но даже такие драконовские меры не обеспечивали эффективного разминирования. По существу, мины оказались вроде бы простым, но поразительно эффективным ответом Красной Армии неутомимым изобретателям немецкой бронетехники. С первого дня битвы советские пехотинцы и артиллерия мешали работать немецким саперам, а мины выводили из строя толстобронные стальные чудовища. Как указывалось в одном из донесений тигриных частей на южном фасе Курской Дуги. Разминирование произведено небрежно. Восемь тигров попали на мины противника прямо перед позициями русских. Несмотря на то, что саперы разрешили дальнейшее движение, девять тигров подорвались на минах, когда попытались выдвинуться на позиции для отражения танковой атаки противника. Та же картину наблюдалась на северном фасе. Большое количество султанов-разрывов на поле боя помешало Фердинандам ясно распознать проделанные роботами-боргвардами проходы, которые не были никак обозначены. Тем более, что на жестком дерне гусеничный след танкеток также не был различим. Поэтому, несмотря на обреши в минных полях, Фердинанды начали один за одним останавливаться из-за подрывов на минах. В итоге, уже к концу первого дня сражения в 653-м батальоне в строю осталось всего 12 фердинандов из 45. Обратите внимание на отсутствующую гусеницу. Самоходка явно стала жертвой миной. А сапоги с оккупанта уже успели снять. Несмотря на то, что немецкий план в целом был известен советскому командованию, сюрпризом оказалось распределение сил между северным и южным фасами дуги. Предполагалось, что более сильный удар немцы нанесут на севере по войскам Рокоссовского. Однако получилось наоборот. Более сильный удар последовал на южном фасе дуги по войскам Ватутина. Здесь наступали 1500 немецких танков. Уже в первый день сражения первой линии обороны Воронежского фронта съела брешь. В условиях взлома советских позиций врагом сразу на нескольких направлениях огромное значение приобрели отдельные стойки Бастиона. Главным из них стал узел сопротивления под Белгородом, возведенный войсками ветерана Сталинграда генерала Шумилова. Перед ними был небольшой плацдарм, захваченный немцами. Упорной обороной и ураганным огнем артиллерии воинам Шумилову удалось полностью предотвратить прорыв немцев с плацдарма. За счет удачно выбранных позиций артиллеристы били прямо по мосту. Через Северский Донецк не позволяя немцам переправлять танки. Белгородский Волнолом, как его прозвали, не дал двум ударным группировкам Манштейна замкнуть фланги и наступать как единое целое. Они наступали по расходящимся направлениям, почти не помогая друг другу. Более того, немцы были вынуждены отправить осаждать Шумиловцев элитную дивизию СС «Мертвая голова». Она стояла на месте вместо того, чтобы наступать. Манштейн растерялся и не сумел распорядиться уткнувшимися в советскую оборону частями. Они были развернуты с его молчаливого согласия в сторону от направления главного удара. В то время стандартным решением в условиях клинения противника в оборону являлся контрудар, желательно танками. Однако наличие на поле боя тигров делало этот овеянный традициями ход чересчур опасным. Поэтому, когда Ватутин уже в первый день битвы приказал командующему танковой армии Катукову контрударом отбросить противника и восстановить положение, Михаил Ефимович оказался в сложной ситуации. Атака в лоб наступающим немецким танкам грозила немедленным избиением 34-ок его армии. Однако не выполнить приказ он не мог. Неожиданно Катукову позвонил Сталин и попросил его оценить обстановку. Считается, что вождь имел свою сеть информаторов, доносивших ему о спорных и сложных ситуациях в войсках. В итоге этого телефонного разговора контрудар был отменен, и армия Катукова стала по существу арматурой, укреплявшей оборону пехоты. Благодаря умелым действиям советских танкистов «Пантерам» были нанесены тяжелые потери. За пять дней наступления от двух сотен машин в строю осталось всего 16. У «Пантеры» быстро нашлись слабые стороны. Хорошо видно, что эта кошка поражена в лючок для выброса гильз от снарядов. На его месте зияет дыра. Он выбивался даже снарядом 45-мм пушки. На более поздних модификациях «Пантеры» от этого лючка отказались. Несмотря на успехи Шумилова и Катукова, в промежутке между ними эсэсовский танковый корпус прорывался вперед в направлении станции Прохоровка. Это заставило советское командование, скрипя сердце, бросить в бой стратегические резервы, танковую и общевойсковую армию. Как и в случае с Катуковым, стал вопрос о характере использования танковой армии. Решено было все же разгромить противника мощным ударом бронированного кулака. Пешим маршем и на автомашинах советские части двигались к линии фронта. Парадокс, но немецкая авиаразведка прохлопала подход из глубины почти 100 тысяч человек нескольких сотен танков. В качестве стартовой позиции для контрудара высланные вперед рекогносцировочные группы выбрали подходящий участок местности. Немцам должны были нанести сокрушительный удар почти 450 единиц бронетехники. Однако к моменту выхода советской танковой армии генерала Ротмистрова в район Прохоровки заранее выбранные для нее стартовые позиции оказались заняты немцами. Теперь пространство для контрудара было стиснуто между рекой Псел и железной дорогой и к тому же пересечено оврагом. В отличие от шахмат, в реальных сражениях важную роль играет местность. Если есть где развернуться, то можно расставить фигуры в линию и бить всей массой. Если же пространство ограничено справа и слева, то вперед идут всего две фигуры. Так и случилось с армией Ротмистрова. Узкое пространство заставило ее бригады днем 12 июля выходить в атаку лишь по две одновременно. В несколько волн, что позволило немцам отбивать атаки всего 60-70 танков за один раз. Два танковых корпуса армии Ротмистрова потеряли под Прохоровкой 60 и 70 процентов своих боевых машин. Контрудар поставленных задач не достиг и привел к тяжелым потерям в людях и технике. Однако в тот же день 12 июля 1943 года перешли в наступление Западные и Брянские фронты на северном фасе Орловской дуги. Это началось заранее спланированное советским командованием наступление. На операции «Цитадель» был поставлен большой и жирный крест. Модель, даже с некоторым облегчением, отказался от продолжения наступления и начал спешно перебрасывать свои танковые дивизии для затыкания пробитых советскими войсками брешей. Технической новинкой немецкой обороны лета 43-го года стали бронированные пулеметные гнезда, так называемые крабы. Это амбразура. Входной люк находится сзади из окопа. Внутри устанавливался пулемет. Как вы понимаете, увидеть с воздуха такой бронированный колпак было практически невозможно. Но тяжелая артиллерия поражала даже необнаруженной разведкой краба. Маршал артиллерии Ворона вспоминал. Бронированные доты были хорошо замаскированы. Тем не менее, большинство их оказались изрядно поврежденными. Некоторые были выворачены снарядами, минами и авиационными бомбами и валялись на боку. Успеху как наступления так и обороны Красной Армии летом 1943 года способствовали накопленной в период затишья запаса снарядов. Фронты расстреливали по полтора, два, а то и по четыре месячных выпуска боеприпасов. При работе с колес это было бы невозможно. Для группы армий Юг похоронным звоном по цитадели стали извести о готовящемся советском наступлении в Донбассе. Для удержания фронта эсэсовские дивизии начали спешно грузить в эшелоны для отправки на юг, МИУС. Может показаться странным, но безвозвратные потери немецких танков в неудачном наступлении на Курский выступ были невелики. Около двухсот единиц в группе армий Юг и около сотни единиц в группе армий Центр. То есть примерно каждый десятый участвовавший в операции танков. Однако почти половина немецких танков числилась в ремонте после подрывов на многочисленных минах. Подрывы выводили из строя гусеницы, подвеску, опорные катки. В результате машины с непробитой броней и целой пушкой оказывались обездвиженными. Судьба летней кампании зависела от того, успеют ли немцы восстановить эти танки и встретить советское наступление огнем. В течение нескольких недель группа армий Юг могла выставить на поле боя тысячу танков. Советское командование стремилось как можно быстрее перейти от обороны к наступлению. Вдохновителем нового наступления получившего кодовое наименование румянцев стал Георгий Константинов Иджуков. Быстрая перегруппировка войск принесла свои плоды. Советское наступление началось до того, как немцы успели ввести в строй основную массу своих танков. Фронт обороны под Белгородом был стремительно прорван. Буквально через несколько дней после начала наступления советские танки вышли к сборным пунктам неисправных танков немцев. В районе Борисовки Головчина и Грейворона немцами было брошено или подорвано сразу 75 пантер. Лучше всего сложившееся положение характеризуют слова генерал-инспектора танковых войск Германии Гейнса Гудериана. В результате провала наступления цитадель мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя. Лишившись танковой поддержки немецкие войска начали безостановочное отступление к Днепру. Срыв цитадели и что немаловажно успешное контрнаступление обеспечили Красной Армии убедительную победу. Немцы еще попытаются удержаться на линии так называемого Восточного Вала. Но стратегическую инициативу Вермахт утратил навсегда. Редактор субтитров Корректор А.